парни всем здорово я рад снова видеть вас на канале мои приключения и мое знакомство с этим автомобилям продолжаются напомню это бмв 745 лонг приветы летят в города в области где ехал кстати в первую очередь это конечно же мурманская область город мурманск апатиты кировск всем огромный привет это ленинградская область санкт-петербург огромное приветище карелия петрозаводск я можно сказать был там мимо вас проезжал все ваши места эти красоты видел ну и соответственно за границу тоже вижу ваши комментарии ребятам получается киргизстан литва болгария всем благодарен что смотрите что пишите что ставите лайки это очень круто ну ладно без долгих разговоров предлагаем пройти в гаражик как вы помните в дороге мне приходилось капот открывать весьма экстравагантным способом проблема такая у нас была что капот не открывался вот здесь вот все было разобрано эта часть вниз туда уходила бачка вот этого не было умывателя и соответственно приходилось там снизу дергать все это дело сейчас кратко покажу в чем проблема вообще с тросом вообще он состоит из трех частей одна часть получается она заходит в салон соответственно вот здесь мы дергаем тросик натягивается да и тянет за эту часть это вторая часть и третья часть она уже непосредственно к замку там идет так вот значит вот эта пластиковая конструкция она должна на клипсах крепится вот сюда в крыло соответственно я сломана вот это точно под замену часть еще какая-то из частей растягивается может даже это же в общем это болезнь е-65 растяжение троса капота и сейчас как-то я хочу эту проблему побороть вот и в чем еще фишка на авторазборах у нас нету в наличии этих тросов то есть даже машина которую прям вот только-только сегодня начали разбирать когда я приехал за запчастями уже было было в наличии вот эта часть с пластиковой клипс но там тоже были эти крепления сломаны остальное все было распродано то есть это достаточно такой дефицитный товар в наличии его нет покупать на заказ контрактные запчасти так называемые с авторазбора тем более покупать трос который имеет свойство растягиваться там как быть с гарантией с возвратом если что ну непонятно то есть я у нас уже в новосибир столкнулся с возвратом авторазбор в принципе все нормально прошло но когда люди в другом городе как там что-то доказывать не представляю вообще значит по авторазбором в общем не вариант есть дубликаты новые то есть каждая часть стоит там около полтора полутора тысяч рублей но отзывы такие что почитал буквально на две недели троса хватает и потом он опять растягивать вот мне этот вариант не подходит начал думать смотреть в интернете тоже встречал такие сообщения что есть вроде какие-то лайфхаки как-то мастера там людям сделали что не пришлось менять трос и что нормально капот снова открываться вот но как как не написано главное соответственно я начал думать гадать смотреть как вот здесь все устроено вы смотрите вам тоже покажу и мне пришел в голову хитроумный план сейчас я из-за вот этих вот запчастей по сути вот здесь длинный болт гайка шайба изолента ну и ключи постараюсь решить эту проблему вот смотрите здесь есть такой болтик я решил выкрутить и на его место вкрутить длинный болт для того чтобы у нас вот эта конструкция вся с тросом чтобы она натянулась ну и соответственно примерно я прикинул должно все получиться погнали по моей задумке вот здесь трос уже никуда не денется до отсюда допустим имитируем закрытие капота вот все капот у нас закрыт так ну щелчок я слышу вуаля получается все открылось и сейчас можно рискнуть и по-настоящему закрыть капот и проверить откроется ли он на самом деле но если эксперимент пройдет неудачно то если раньше здесь не было бачка омывателя здесь можно было как-то добраться то сейчас здесь бойчок омывателя появился и вот подкрылок целый то есть придется как минимум домкратить машину снимать колесо снимать подкрылок и как-то подбираться блин надеюсь все нормально отлично отлично вообще ну как видите все чики бы не вообще но это же бэха семерку это не такой рядовой автомобиль здесь два замка посмотрите вот один закрывается вот второй сейчас покажу что со вторым замком естественно же система вся эта не работает вот и при покупке здесь уже была проволочка за которую надо было дернуть но в данный момент ситуации такова что почему-то он перестал фиксироваться то есть вот видите получается наш огромный алюминиевый капот сейчас закрывается всего лишь на одну петлю а вот это у нас не задействован да еще хочу вставить 5 копеек мне человек писал в вк говорил что это очень важно то есть смотрите вот эту пробочку и новую поставил такой момент есть то есть смотрите она состоит из двух частей видите здесь два соответственно колечка то есть когда ее затягиваем то есть вот затянули да и надо немножко ее назад вот так сделать это правильный вариант закручивания я сначала забыл но человек мне напомнил еще раз в к спасибо огромное я думаю может быть вам тоже будет полезно узнать эту информацию но вернемся к нашему изобретению в принципе система рабочая но посмотрите трос вот видите он перетирается то есть у меня какой план я хочу вот это все дело изолентой обмотать намазать солидолом литовым и все чтобы это все свободно нормально ходила вот смотрите сейчас трос в таком состоянии нет никакого напряжения вот видите свободно все ходит вот но капот открывается конечно вариант такой пятидесяти процентный так скажем сто процентов я не уверен в этой конструкции и я думаю многие сталкивались владельцы шестьдесят пяток с этой проблемой возможно если это так напишите в комментариях но все сейчас я немного еще доработаю и покажу кстати зацените вот тюбик литола то есть его можно нанести не открывая не знаю для чего так вообще делается так было я не помню он не только то ли с гаражом достался то ли с какой-то машиной а кстати я сейчас пойду попробую дернуть за тросик из салона и покажу как это здесь происходит все вариант рабочий но можно так сказать полувременный и на всякий случай сейчас домкратом и с баллоником нужно с собой возить но еще как минимум ключик на восемь чтобы снять подкрылок если что и открыть капот в экстре экстренно как всегда жду мнение в комментах вообще о моем лайфхаке то есть есть ли право на жизнь у такого варианта или нет но на самом деле то есть вкладывая сейчас допустим 5000 покупать три части этого тросика и неизвестно вообще будет работать это или нет вот мой вариант тоже неизвестно будет работать или нет но хотя бы это бесплатно наша конструкция без всяких каких-то зажимов без эпоксидки без герметика без изоле ну с изолентой но изолента такой как бы функцию несет она не держит она просто изолирует болт с резьбой от оплетки троса вот этого вот так же здесь бы не была использована не сварка не казахская сварка не скотч ну то есть я считаю норм сейчас что делаю вот эти вот разъемчики посмотрите видите там контакты такое мнение есть что они расшатываются со временем и плохо уже прилегают соответственно контактом к самой катушке сейчас значит беру вот такую иголочку и соответственно вот так вот вставляю немного и и немного поджимаю все контакты сейчас попробую скинуть ошибки и завести машину смотрите вот программка какая такая импа вот ошибки чтение ошибок не имеется по мотору и сейчас заводим ричардж батарею так сейчас завел соответственно сейчас смотрим ошибки вот уже одна появилась ошибка вот уже получается у нас машина заведена сколько на минуты 34 то есть сразу выскакивает ошибка вот по катализатору 1 вот это все на немецком написано потом где-то минуты две-три машина поработала вот начали появляться ошибки следующие так вот ну вот цилиндр 3 видим цилиндр 2 это я так понимаю пропуск и зажигание цилиндр 32 а вот это вторая ошибка и причем эти показатели по цилиндраму два цилиндра то у меня сначала был 3 6 потом я скидывал потом 1 2 сейчас вот 2 3 точнее вот 3 потом 2 и тут я на газ нажимал то есть пропуски появились это нажимал на газ то есть можно сказать что то что я поджимал там контактики это не помогло а вот посмотрите интересно вот напряжение батареи обороте ки трансмиссия следующее идет до ошибочки читаем получается вот две ошибки опять же все на немецком написано вот можно пробег посмотреть эрор каунтер 37 лоджистик каунтер 35 это может такой прикол что здесь нельзя вот мышкой взять и выделить и вот это все дело как-то перевести знаете в этот переводчик забить но это можно кстати сейчас скинуть посмотреть появится или нет так чик а ну вот сразу появилась сразу вот эрор каунтер один ладно а вот это что у нас такое здесь получается три ошибки ребят решил аккумулятор посмотреть версии всякие разные почему иногда теряется связь то есть смотрите в минусовой клемя вот у меня уже саморезик живет здесь нет но повторюсь контакт хороший все затянуто отлично в принципе да можно ослабить там что-то подставлять но как бы все держится достаточно хорошо и причем видите окислы никакого такого нету соответственно делаю такой вывод что скорее всего барахлит пироп пиропатрон пиропатрон находится он где-то вот здесь насколько я понимаю то есть соответственно чтобы туда добраться вот эту надо штуку убрать получается сейчас вот эту штуку надо будет снять она здесь как-то так не это не закреплена вообще хотя в кармане здесь лежит так сейчас отсюда все вытаскиваю так а чё это чё за какие-то книжечки ха-ха-ха ничоси это руководство по ремонту москвича причем москвич с нерусскими номерами хотя книга вон на русском регулировка схождения передних колес смотрите интересно книжечка такая даже вроде не засаленная такое ощущение что даже и не пользовались ей москва 97 год интересно это что-то таблички какие-то поют youtube смотрите андрей флорида youtube что за прикол вот это прикол что за андрей флорида здесь здесь провода смотрите как-то а ну это типа крючки да такие это типа сверху на номера вешать быстросъемные такие рамочки а что за андрей флорида только так ну ладно в итоге то есть эту штуку как мне разобрать ну соответственно вот сразу можно здесь что-то фиксировать вот здесь это проводочек какой-то непонятный вот разъемчик и соответственно провод оборот во-первых сейчас здесь все протяну конечно в первую очередь может первый патрон вообще вот здесь вот я зря здесь все это разобрал но все равно не зря нужно посмотреть что ничего не окислилось что ничего не откручено что не лежит еще каких-нибудь сюрпризов да кстати вот я понял уже что пиропатрон это вот эта вещь и вот в каком состоянии снял крышечку вот в каком состоянии он находится но тоже никаких окислений нету ничего никаких подозрений вообще нету и непонятно вообще выстрелил он или нет ну конечно скорее всего он стрелянный как-то их там забивают назад вот здесь разъемчик присоединен неважно работает машина сейчас мотор дам послушать как-то так ну и выскочили ошибки сейчас получается по трем цилиндрам а комп уже выключился а я к сети не подключил выскочили сейчас ошибки по первым трем цилиндрам прям один два три хотел прокатиться потому что не появлялись ошибки а тут в принципе не надо кататься короче ребят мотор троид цилиндры всякие разные вылетают в ошибку так ладно буду глушить а то уже это у меня глаза уже режет еще такая вот проблема ребят смотрите каждый раз когда двери открываешь начиная сзади спереди загораются люстры я так понимаю эта функция вообще как-то должна отключаться через сервисное меню и так далее но вот это реально проблема потому что машина стоит она не ездит и вот этот постоянно загорающийся свет вообще не нужен в данном случае вот кабель хочу показать такой вот купил его получается за 750 рублей этот кабель ну или за 800 что-то около того в интернете как всегда заказывал подешевле как я люблю а у меня продолжается активная борьба строения решил поработать с катушками зажигания выкрутил их осмотрел все они одинаковой марки это bosch германия так вот значит по стоимости сколько такое чудо стоит получается оригинальная катушка просто по номеру по венкоду забить около 5000 рублей за штуку стоит идем дальше вот такая катушка bosch германия стоит чуть меньше чем полторы тысячи рублей за бэушные же катушки просят в основном около тысячи рублей вот такие же ну примерно в таком же состоянии или даже хуже ну в общем около 12 тысяч комплект получается если брать ну и достаточно дороговато для того чтобы просто проверить в катушках делали или нет потому что пропуски зажигания они не какие-то конкретно катушки я не секу они то там то там то первый второй то третий шестой такая мысль у меня что где-то до катушек это происходит да ну либо там давление в рампе вот ребята писали в комментариях спасибо кстати всем за советы тоже ни разу этого не делал я не знаю мой манометр подойдет нет ну как бы если что буду учиться если сейчас этот эксперимент придет неудача купил в общем такие вот термотрубочки сейчас пойду в гараж с помощью фено строительного буду все это дело наживлять что у нас является короче все равно хреново работает по звуку пропуск есть конечно уже на улице вот смотрите солнышко как бы не лето так около 5 градусов но все равно уже тепло хорошо хочется выехать уже навалить так что пока в гараже тусуемся пока так как бы извиняюсь сам хочу выехать а как я соскучился по этому звуку а мотор здесь конечно работает с таким звуком просто но чувствуется мощь ну что ребят я могу сказать что все таки машина не троит на ходу то сейчас на газ реагирует намного лучше вот просто сейчас чуть нажала она просто летит не трясется ничего не барахтит не ну все вообще отлично сейчас выкачусь на и подромку на прохвачу там маленькая это скоростная у нас дорога такая где можно соточку по правилам поехать 99 мы не расстанемся с тобой пока звезда что светит выше не дарит свет свой свет тебе и не послушай музыку любви ее мотив да ребят так получилось что сейчас я первый раз прокатился по городу нормально на не троящей машине как бы на холостых да она немного не стабильно как-то работает с перебоями но в принципе сейчас на ходу я прокатился ну просто одно удовольствие испытал от этого потому что до этого как вы видели я в основном в гараже с ней время проводил наконец-то то есть ничего не троит в принципе хотя бы можно ехать и сейчас уже в принципе можно ехать хоть мы там ходовку сделать развал как я хотел наконец-то ничего не течет вот смотрите я сегодня ездил да так понял это мое так ну на воду то не похоже ладно буду разбираться благодарен всем и каждому кто не оставил без внимания этот ролик спасибо большое что остаетесь на канале все до новых встреч музика музика кайф о бэби you my life you my life tonight а